А в мире Дэнди А в мире Дэнди А в мире Дэнди А в мире Дэнди Человечество. Человечество может спасти только супер-робот Апрайзинг. Всех фанатов стратегий приглашает эта мощная игрушка с мощным названием Апрайзинг. Но как мне показалось, да и наверное уже и вам, что Апрайзинг далеко не обычная стратегия. Тут вы сможете управлять юнитом, то бишь роботом, с видом из его же кабины. Именно вы и будете строить цитадели, где будет развиваться ваша армия, в состав которой входят танки, роботы и другая нечисть. И что самое интересное, при желании их можно всех взорвать, но правда за это получить взбучку от вашего командира. Сюжет в игре очень прост. Как всегда, главной темой стратегии является война между двумя так называемыми лагерями. В одном есть железяки, в другом живые люди, которым я бы не посоветовал даже и близко подходить к этим самым железякам. Просто я думаю, чтобы войны закончились, надо просто дать каждому по блоку жвачек. Тогда никто не сможет начать войну, ведь вся земля будет в жвачках, и можно будет просто-напросто вливнуть какую-нибудь кучу жвачек. Но я думаю, палку я, конечно, загнул. Но могу сказать, что Апрайзинг – игра полностью на русском языке. Все тексты переведены. Вот только базар по-английски. Но это неважно, ведь базар воспроизводится на экране в буквенном виде. Говоря об оружии юнитов, в основном это лазеры. Насчет остальных не знаю, потому что спешил рассказать вам об этой игре. И не успел посмотреть все и вся. Все, что мог, то рассказал, а остальное увидите сами. В эфире хит-парад Мироденди. На этот раз он будет посвящен самому лучшему жанру в мире. Кто не знает, как переводится фраза РПГ – это ролевые игры. Я суперфанат РПГ. А я гиперфанат РПГ. А я мультифанат РПГ. И все мы РПГшники. Пятое место – совершенно новый РПГ от Activision. С отличной трехмерной графикой. Но вот сюжет не наработан. А ведь в РПГ это самое главное. Все остальное, включая магию, бои, баланс сил, выполнено отлично. Четвертое место – классическое РПГ. Final Fantasy VII. В которое играли все уважающие себя РПГшники. Если же кому-то из вас продукты данные в руки не попал, то я настоятельно рекомендую поиграть. Не пожалеете. Третье место. Очередной шедевр от Squire – Xenoders. Конечно, графика в игре могла бы быть и получше, но все дело спасает тщательно проработанный сюжет. Второе место. Сквайровский ответ на Resident Evil – Parasite Eve. Захватывающий сюжет, отличная 3D-графика и просто крутая система боев. Представляющая игроку полную свободу действий. Безусловно, игра заслуживает вашего внимания. Тем более в магазине Rollsport – Parasite Eve на русском языке. И, наконец, первое место. Final Fantasy VIII. Совершенно новый сюжет, отличная графика, высококачественные компьютерные вставки. Игра выпущена на четырех дисках, что говорит о ее протяжительности. К сожалению, игра на чуждом русскому человеку японском языке. Перевод на английский будет готов только к сентябрю. И ждать нам еще полгода. Ну ничего, ждать мы умеем. Внимание, внимание! В магазине Rollsport появились лазерные указки различных видов с большим выбором насадок – звезды, фигуры, твиксы и так далее в виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена – приятно удивят вас. Приходите в магазин Rollsport на улице Богданово-Хмельницкого, 33. Выберите свою указку. Взвод! Смирно! Работа спецагентов очень сложна! Работа спецагентов очень сложна! Мы работаем быстро! Быстро! Оперативно! Оперативно! И смертельно опасно! Смертельно опасно! Задача – обезвредить сайфон фильтр! Бально! Это игра для всех отъявленных шпионов или же шпионок, ну или в конце концов террористов. Главным героем игры является именно шпион, и далеко не американский. Над всем миром нависла опасность полного его уничтожения. Это не Metal Gear, где такой скандал закатили из-за какого-то ядерного оружия. Да и зачем оно вообще нужно? Ну взрыв, ну бум, а дальше что? Пустота, да и только. Всё это скучно, невесело. Вот мир – это да, это самая большая шутка за всю эпопею. Так вот, значит, чтобы его спасти, надо выполнить огромное количество миссий. И помните, всё в ваших руках. А что, собственно, это всё? Ну, во-первых, это большой арсенал оружия. А это самое главное. Ведь без него и не туды, и не сюды. А это М-16, винтовки с ночным видением. Очень прикольная штучка, с помощью которой вы выполните не одну миссию. Далее это электрошок М-79. Вот это так вообще такая мощная штука, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А по телевизору посмотреть можно. В фильме «Терминатор 2». Это та, которой двери взрывались. Понятно, да? Или может показать, как она действует? Без проблем. Только позвоните в «Роллспорт», или же приходите. Там вам всё покажут и расскажут. Самое интересное в игре — это процесс. Все шпионские штучки так и бросаются на глаза. Можно медленно подкрадываться, как в «Тенчу», и прострелить тихо. А можно и устроить побоище, и перестрелку. Также есть возможность стрелять со снайперской винтовки в любую часть тела противника. Можно спрятаться за стеной и, выглянув неожиданно, сделать дырку где-нибудь или в ком-нибудь. А миссии же вы будете выполнять различных калибров. Вообще, в сравнении с Metal Gear, сайфон-фильтр намного реалистичнее и трёхмернее. И даже интереснее. Где вы только не будете тузоваться? На Украине, в Казахстане, на военной базе и во многих других местах. Туда никому нельзя попасть, кроме геймеров. И это вам не шутки. Просто возьмите, сядьте и поиграйте. Оторваться будет сложно. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть всё, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заедлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». Недавно нам в руки попал такой обалденный диск. Пять игр на одном диске. Можете себе представить такие хиты, как «Сайфон Фильтр», «Акуджа», «Смол Солджерс», «Апокайпсис» и «Дюк Нукин» «Тайм Ту Килл», про которые мы сейчас и расскажем. Это супер игра! Обалденная! Мы, конечно, могли рассказать про все пять игр, но мы решили рассказать про самую лучшую из них. «Дюк Нукин» — так много значит это имя для многих геймеров. Пару лет назад мы не вылазили из горовых центров, только и делали, что рубились в эту хитовую, можно даже сказать, культовую игру. Потом добрые дяди перевели «Дюка» на PlayStation и отдали его на растерзывание геймерам. Представочники с такой радостью приняли игру, что программисты, надеясь успеть под последние овации, выпустили «Дюк Нукин» «Тайм Ту Килл». Многие уже успели поиграть в эту игру и остались довольными. Теперь очередь и остальных. Хочу разочаровать одних и обрадовать других. Это уже не думал подобная бродилка. Это 3D-экшен. Пытаясь сравнить игру, я нашел достойный аналог — Tom Prider. Да-да, не удивляйтесь, эти игры очень похожи. Наш дюк стал уж очень сильно косить под лару. Бегать так же, прыгать, ползать, по лестницам, плавать, даже одежду менять стал. Окультурился, что ли? Но под кого бы не косил дюк, он всегда остается дюком. Никогда не исчезнут его прошлые словечки, и пистолет никогда не заснет в кобуре. Но если бы только пистолет, тогда монстры бы еще вздохнули с облегчением. Так нет. Дюк, не ограбив оружейный склад, из дома не выходит. Всевозможные винтовки, обрезы, пулеметы, плазменное и энергетическое оружие, гранаты, любимый РПГ-9000 и последнее слово технологического процесса, ножики, стрелы и томогавки. С помощью всего этого арсенала дюку придется вырезать легионы пришельцев, которые высадились на Землю не только в разных частях планеты, но и в разных временах. Так что в погоне за ними придется побывать в Лос-Анджелесе, в Древнем Риме, на Диком Западе и в других интересных местах. Одним словом, игрушка просто отпад. А если еще учесть, что она продается на сборнике с такими хитами, как Сайфом Фильтр, Смол Солджерс, Апокалипсис и Акульжи, то ее вообще цены нет. Так что, если не хотите выпускать такой ценный диск, то поторопитесь. Только в магазине Ролл Спорт настоящие спортивные очки Ювекс. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Ювекс полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются. Абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Ювекс не искажают реальности. Они делают реальность лучше. Фирменные очки Ювекс в магазине Ролл Спорт. А теперь традиционная рубрика Хелп. И сегодня секреты будут для новой игрушки Акульжи Захарду. А также повторю секреты для игры Time to Kill. Акульжи. Все секреты вводятся в режиме паузы. Зажмите L2 и R2 и нажмите вправо-влево, вверх-вверх, треугольник, вправо-квадрат, влево-треугольник, вверх-вниз, вправо-вправо. Вы попадете в дебаг-меню, где вы сможете выбрать любой уровень и кое-что еще. Зажмите L2 и R2 и нажмите вправо-вправо, влево-треугольник, икс-вверх, ноль-влево. Вы получите бессмертие. Duke Looking Time to Kill. Все пароли, как вы помните, вводятся в режиме паузы. L1, L2, вверх, L1, L2, вниз, R1, вправо, R2, влево. Все оружие. Вверх-вправо-вверх, влево-вниз, вверх, вправо-влево, вправо-вниз. Все ключи. А, вот наша передача подошла к концу. Девушки, поздравляем всех вас с международным женским днем. 8 марта. Знаете, мы хотели подарить всем вам очень дорогие подарки. Ну ведь вы нас очень хорошо знаете. Желаем вам, девчонки, здоровья, счастья, побольше смотреть мир Денди. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин